Здравствуйте, друзья! Поздравляем вас с пятницы и предлагаем вашему вниманию последний на этой неделе выпуск 3D News Daily с тройкой свежих новостей из мира хай-тек. 28 января в мире отмечали День защиты персональных данных, по случаю чего администрация Dropbox опубликовала отчет о доступе к информации за второе полугодие 2014-го. Всего работниками сервиса было получено 275 запросов на доступ к личным данным пользователей, 255 из которых пришлись на различные ведомства США. Большой брат направил в Dropbox 137 ордеров на обыск, 116 повесток в суд и два судебных постановления, причем в большинстве этих запросов указано больше одного аккаунта. Оставшиеся 20 обращений поступили в администрацию американского облачного сервиса из-за границы. Лидирует Германия и Франция с пятью запросами от каждой, за ними идут Италия и Великобритания. От них было направлено по два запроса, а остальные шесть стран плетутся в хвосте с одним запросом у каждой. Любопытно, что России в этом списке нет совсем. Если вам стало интересно, каким образом Dropbox обрабатывает эти обращения, то пройдите по ссылке из аннотации, там все подробно расписано. В позапрошлом году Nintendo обратила свой взор на пользовательские видеоролики, в которых содержались большие фрагменты геймплея ее игр. Тогда корпорация требовала либо снимать их с YouTube, либо добавлять в начале клипа соответствующую рекламу. Сейчас же японцы представили так называемую программу создателей, более осмысленный вариант сотрудничества между издателем и летсплейщиками. Всем ютуберам, которые хотят зарабатывать на демонстрации созданных Nintendo игр, предлагается создать учетную запись на микросайте программы создателей, после чего зарегистрировать либо желаемое видео, либо весь канал. В первом случае создатель видеоконтента будет получать 60% от выплат видеохостинга, а во втором может рассчитывать на 70%. Конечно, в том случае, если Nintendo одобрит заявку, на это может уйти до трех дней. Денежки тоже будут поступать за счет Paypal не мгновенно, спустя два месяца после подсчета числа просмотров. В общем, путь к славе и богатству для Nintendo Boy'ов долг, тернист и сопряжен с дележом добычи, но это лучше, чем навязанная реклама или удаление роликов. Полку умных вещей для умного дома прибыло. На этот раз сенсорами, акселерометрами и микрофонами обзавелась такая исконно аналоговая вещь, как чехол для матраса под названием Luna. Он следит за вашим дыханием, сердечным ритмом, движениями во сне и даже храпом. Затем данные обрабатываются приложениями для Android или iOS, чтобы подстроить температуру чехла для достижения максимального комфорта. Разработчики обещают, что Luna даже сможет поддерживать разные температуры на левой и правой сторонах кровати, так что со второй половинкой вам по-прежнему придется воевать только за одеяло. Все это работает под управлением софта с открытым исходным кодом, так что в теории чехол можно научить взаимодействию с другими умными предметами. Тут уж все зависит только от вашей фантазии и начинки дома. Цена Luna по предзаказу начинается от 179 долларов. Сбор средств на Indiegogo все еще идет, но создатели планируют начать поставки уже в августе. Больше новостей ищите на 3dnews.ru. До встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok